Друзья, добрый день, я Андрей Артемов, мы с вами в жилом комплексе Паркалова от ЦДС. Значит, сегодня у нас 1 августа 2024 года, а вчера мне вечером подписчица прислала, что в одном из корпусов обвалилось монолитное перекрытие на средних этажах. Здание находится там впереди, и сейчас мы туда вместе с вами пойдем и все внимательно посмотрим, все ли так на самом деле. Но вы обязательно поддержите меня подпиской и вашим лайком. Погнали! Видим жителей комплекса, которые на остановке ждут общественный транспорт. Там видно по табличке один автобус ходит, вот это поле, коммерция, альпинисты уже наверху что-то делают, возможно, фасад моют. А вот сейчас мы с вами вместе пройдем вдоль дороги, поймем, как вообще здесь можно куда-то выйти, погулять, походить. На что как раз сетуют жильцы. Что получается, они вроде бы и в жилом комплексе живут, но из жилого комплекса куда-то выйти, выбраться без собственного автомобиля, либо общественного транспорта достаточно тяжело. Обращаю внимание, что вот там уже платная парковка. Вот жители просто протоптали вот такую дорогу и вот туда идут через поле. А представьте, как через это поле ходить зимой. Выходим с вами на дорогу, друзья, видим две полосы. Достаточно здесь плотное движение, перебежать возможно, конечно, но достаточно опасно. Тротуара здесь нет, ни по одной стороне, ни по второй стороне. Но понятно, это не застройщик, это вопрос проектировщикам, тем, кто разрешал строить здесь жилье, но не подумал о том, что людям куда-то нужно выбираться и не только на общественном транспорте или автомобилях, а также нужно куда-то ходить пешком. Достаточно опасно здесь идти, потому что любой проезжающий грузовик может задеть вас своим бортом и в лучшем случае окажетесь в больнице. Вот, к примеру, сейчас за моей лысой головой едет бетонная мешалка. Идем вдоль дороги, чтобы не пропустить ничего важного. Вот она уже впереди виден башенный кран, видна стройка. В этом корпусе мы видим, что фасадные работы завершены, окрасили все в белые темные цвета. Тут похоже, да, стройгородок у застройщика, а нам идти с вами, друзья, туда дальше. Вдоль вот зарослей борщевика. Ох, какой запах-то свежего бетона! Вот там ремонт дороги и уже достаточно такая пробочка скапливается, потому что у нас почему-то очень часто ремонт дороги, но при этом этих ремонтников нет, но зато все перегородили. Жилой дворово-парковый ансамбль. Видите, жилой комплекс Парково, не спальный район. А что значит не спальный? Здесь спать нельзя. Дворово-парковый это когда у тебя есть парк, двор, парк или все остальное. Ну вот здесь застройщик мог бы хотя бы борщевик срезать. Ну вот видите, он и на территории стройки растет, и за территорией стройки растет. Ну и дворов парка по моим видео вы помните, что их нет, навряд ли они будут, но зато красивое маркетинговое название. Итак, вот мы приближаемся уже к этому супер-месту. Видим стройку, видим вот такого безумного доставщика, смотрите, вот на таком самокате он едет на этот трыдец, конечно, по разбитой дороге. Сейчас мы с вами одному пропустим, хоть на велосипеде, а не на самокате. Обычный монолитный конструктив, заполнение световыми, световых проемов это газоблок, и потом идет утеплитель, сетка, вот она беленькая видна, и, соответственно, после сетки идет штукатурка, краска и все. Это, друзья, технология мокрого фасада. Здесь самое главное, как застройщик приклеит утеплитель, его закрепит, правильно ли он сделает эту раскладку, хорошо ли он сделает штукатурный слой, так все и будет. О, здесь обращаю внимание, что видно, что бетон сдолбили, торчит только арматура, при этом мы видим, что это не последний этаж, а это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этаж, 7, 8 этажи. Дальше обращаю внимание, аналогичная ситуация. Кому-то здесь повезло, кто приобрел здесь жилье. Почему это случилось, она упала, еще что-то случилось, я, честно говоря, не знаю, но претензии к качеству бетона, к примеру, у тех же приемщиков авангарда, были и в жилом комплексе Черная речка. На фасадной стене, монолитной стене, у нас присутствуют слои, штукатурного слоя, зелёная, слоя, 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 слоя. Интересный момент, красавиум, плиты перекрытия. Ну и самое интересное, это у нас вот такое вот отверстие с повреждением защитного слоя бетона, мы видим, что поставили новую свежую опалубку, вот торчит арматура, это все будут заливать бетоном, вот здесь, друзья, обратите внимание, тоже видна оголенная арматура, то есть видно все сдолбили, или это упало вниз, но весь бетон бы не упал, он все равно бы на чем-то повис. Видим свежую опалубку, то есть они вот так подготовили, камеру передвигаем дальше, видим как здесь аналогично видите выставлена опалубка, видим вот как подготовлен бетон, остались вот куски бетона, вернее как подготовлена арматура, а потом все зальют и все нормально, и сдадут. И вот такая, друзья, здесь красота. Ну я не знаю, у меня слов нет, то есть специалисты пишите, из-за чего это упало, рухнуло, что у них здесь произошло, где у них был у ЦДС режим, вот этот отдел УТК, ну вот не знаю, и будет ли такое вот с другими, тоже знаете, честно говоря, непонятно. Вот камеру вниз опускаешь, и вот видно все вот качество их бетона, вот смотрите, как вот здесь, да, шикарное примыкание бетона. Сейчас с другой стороны посмотрим. Пройдем с вами чуть вперед, скажем так, выйдем на солнечную сторону для того, чтобы посмотреть и соседние строящиеся литеры, и соответственно то, что вот здесь, то что мне прислала подписчица вчера, чтобы разглядеть. Ну вот вся эта, друзья, красота, чтобы не было, соответственно, никаких иллюзий. Значит, смотришь на соседний, соответственно, объект, здесь вот такого я не вижу, пока не вижу. Но, конечно, когда вот на это все смотришь, и вот видно, да, например, вот здесь, это же выпуск и балкона, и перекрытия, где квартира. Дальше следующую секцию мы видим, что это перекрытие, где идут несущие колонны. Вот смотрите, как это. Что здесь с несущими колоннами, что здесь с бетоном, почему здесь нет никакой проверки, почему здесь нет, не знаю, какой-то комиссии от того же хотя бы застройщика, для того, чтобы он мог, соответственно, проверить качество бетона и понять вообще, что дальше делать с этим объектом. На приближении, конечно, очень все хорошо видно, все вот это качество. Вид, конечно, друзья, честно для меня удручающий, при этом не первая ситуация, когда вот такое случилось у застройщика. Пишите в комментариях, как вам от увиденного. Знаете, одно из самых интересных, что это мы видим только часть, а туда вот снизу не видно, что там, соответственно, в глубине, насколько обвалилось монолитное перекрытие, такое же качество на всех остальных бетонных изделиях, либо оно лучше, но вот сейчас вам покажу один момент, и вы сами поймете про качество бетона, ну, вернее, не качество бетона, а как вообще они это все вылили. Должно же быть все красиво, однородного цвета, но вот здесь почему-то немножечко все не так. Вот обратите внимание, где стык монолитного перекрытия и, соответственно, несущих, здесь не колонны, забыл, как называется, типа переборок. Вот смотрим дальше, вот он шов пошел выше, поднимаем, вот норматуру мы видим, торчит из бетона, так не должно быть, она вся должна быть закрыта. И вот смотрите дальше, выше, 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 вот на это всегда нужно обращать внимание. Такое, я помню, вот видел вот такие же стыки у жилого комплекса бизнес-класса «Черная речка» в своем телеграм-канале, об этом я писал и высылал фотографии. Вот смотрим выше, друзья. Ну что еще, те, кто приобрел квартиры, как вам? Хотите жить в таких квартирах? Мне бы, честно говоря, было бы страшновато. А чтобы с уверенностью сказать, что здесь произошло, уважаемого застройщика, конечно, нужна экспертиза. Должен быть здесь госстроенадзор, по мне, там, не знаю, прокуратура, следственный комитет, который это все проверит и посмотрит. Потому что, друзья, это точно вне штатной ситуации, не должно быть в новостройке такого, что раз, и, соответственно, с перекрытием что-то случилось. То есть, непонятно, да, вот оно обвалилось, не обвалилось, но вот часть, где остался бетон на арматуре, я для себя понимаю, что это сбивали чем? Отбойным молотком, что запрещено делать. Возможно, это, возможно, там было мало, к примеру, цемента, поэтому с перекрытием были проблемы. Возможно, заливали зимой, а просто не добавили специальное связующее средство, и все это замерзло, а потом превратилось, знаете, ну, просто рассыпалось, как говорится, на глазах. Могло быть все что угодно, нужно быть, конечно, там наверху, на месте, потому что даже снизу непонятно, виден первичный объем, то, что перекрытия не хватает на определенном количестве этих квартир, и для меня, честно, знаете, ну, это просто какой-то трэш, это реально какой-то трэш. При этом я помню жилой комплекс «Город первых», где, вот, это они только открыли, только сдали. Это деревяшки в перекрытии остались, вот. Если вы будете гореть, это все придет к вам. Красивые брошюры. Еще одна проходка обвалилась, да. Тут ломается труба. В монолитном перекрытии рухнуло, друзья, вниз. Вот это что такое? Я на это смотрю, я в шоке. Написано на трех дольщиков заявление в полицию. Кроме вас никто не жаловался. Просто стабильно выходные, ее нет. И на дольщиков оказывается психологическое давление. Ты отвинчиваешь розетку, к ней не подходит никаких проводов. Я уже не знаю, куда обращаться. Просто воткнули, и все. Да что ж такое? Управляющая компания просто не занимается тем, чем должна. И на этом как бы все застопорилось, да? А что вы хотите? Это новостройка. Вот, он говорит, ну, вот, когда у вас затопят, тогда вот к нам обращайтесь. Все, что зафиксировано, нам ничего не дали. Они положили ламинат на те места, где больше всего плесени, блядь. Проходка, где должны проходить коммуникации, они потом сами это зачеканивают. И вот эта чеканка вниз упала и висела на проводах. И она там была такая не одна. Но вы продолжаете смотреть мои видео и приобретать квартиры вот в таких объектах. Подумайте, как следует, стоит ли это ваших денег, нужно ли вам это, или, может быть, все-таки нужно более внимательно подходить к выбору недвижимости. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, обязательно поделитесь этим видео со всеми своими знакомыми и друзьями. Ну, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok